Об этом не говорят путинские средства массовой информации. В исправительной колонии номер 6, что под Копейском, случился бунт, взбунтовались заключенные. Они жаловались на постоянные избиения и вымогательство денежных средств у их родственников. 26 ноября 2012 года у зданий МВД и Министерства юстиции России состоялась серия одиночных гражданских пикетов против пыток в исправительных колониях России. Я вчера в интернете узнала, что творится в Копейске, в ЭК-1, ЭК-6 и вообще в колониях на Урале. И я просто спать не могла. Я не спала до пяти утра, потому что люди махровые, мужики, тертые жизнью. До какой степени их надо довести, чтобы они вышли на крышу, кровью написали на простынях «Люди, помогите нам!» И никакой реакции. Копейск закрыт. Теперь... А СМИ врут. Я живу в этой стране. Я очень люблю свой народ. Бунт, но, по-моему, уже перестаю его уважать из-за того, что он закрывает глаза на то, что происходит в стране, не поднимает бунт в стране. Прямым текстом говорю, бунт. Хотя бы внутренний, внутри себя. Я думаю, что очень важно сейчас поддержать людей, которые, несмотря на чудовищные унижения и вообще чудовищные ситуации, в которой они оказались, несмотря на это, они там устроили бунт, и они борются за нормальные к себе отношения. СМИ тщательно замалчивают факты насилия в тюрьмах и колониях. Понятно, что если информация о бунте, произошедшем в Копейске, станет достоянием общественности, подобные бунты могут охватить всю систему колоний и тюрем. А о реакции тех, кто уже отсидел, лучше вообще не говорить. Абсолютно трезвые родственники, абсолютно трезвые люди, адекватные, там пришли на свидание. ОМОН, мы знаем, их избил. ОМОН в СИН. В СИНовский ОМОН, это вообще чудовищная организация. Если где-то в лагере, где-то происходит учение, да, по каким-то или иным причинам, вот они не допускали их, там сейчас проходит учение в СИН, да, вот, в тех или иных лагерях. Вот эти учения в СИН, это значит, чтобы все знали, если они говорят, что происходит учение в СИН, ОМОН, это значит, что они заходят в зону, в лагер, и идут в ШИЗО, в ПКТ, где наиболее закрыто помещение. И вот помните тогда, Алексей Заколов выкладывал то, что заходят они на БТРах в зону и сбивают беспричинно вообще. Вот это вот продолжается до сих пор. За что вас задерживают? За что вас задерживают? За то, что я борюсь за свободу своей страны. После завтрака 12 июля. Представьтесь, вы не имеете права! За что вы ее задерживаете? Вы не имеете права! Я не делаю ничего противозаконного! Вы не имеете права! Отдайте, вы не имеете права! А почему вы не представляетесь, когда задерживаете граждан? Вы не имеете права! Представьте меня! Представьте, что я не фамилия, а должное звание! По какой причине вы меня трогаете? Быстрее, быстрее! Девушка, давайте, девушка! Девушка, давай, фашистских полицаев! Давай, фашистских полицаев! Ирина, иди сюда! Дайте мне пунктик! Почему я здесь стою? Вы не имеете права! Дайте, знаете, что вы делаете? Не надо меня хватать! Объясните мне, что происходит, пожалуйста! Нет, объясните мне, что происходит! Представьтесь, пожалуйста! Я хочу узнать! Держи вас! Держи вас! Держи вас! Держи вас! Коровкина! Это ему известная, естественно, беседа с Коровкиной! Так, последуйте, пожалуйста, с нами! Господин сержант, почему вы не представляетесь? Я представился! Держи вас! Полицаи восприняли акцию более чем серьезно. Получив приказ задерживать граждан, засучили рукава и, включив матюгальник, взялись за дело. Хватали бодро и с огоньком. Работа на воздухе и с людьми спорилась. Прохожие старались прошмыгнуть поскорее, отгоняя от себя нехорошую мысль о том, что завтра сами могут оказаться где-нибудь в Мордовии или в том же Копейске. Вперед! Вперед! Да блин! Дорога, а то пробудет! Уезжай, официально! Настя, ну какого хера? Дорога отсюда! Настя, а зачем? Человек! В каком основании вы задерживаете человека? Объясните, вы задерживаете ли его? Подъезжаете! Объясните, что это так и смешно! Все, помогай! Иди на автобусе! Красавчики, ребята! Молодцы! Правильно сделали! Когда-то в Советском Союзе 50% страны сидело, остальная половина готовилась сесть. Как говорится, от сумы и тюрьмы в нашей стране не зарекайся. И не факт, что если вы свободный, независимый и законопослушный гражданин, то вы завтра не окажетесь в какой-нибудь исправительной колонии, типа той, что взбунтовалась на днях под Копейском. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ. Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ. Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ.